Мадрид столица и крупнейший город Испании, а также второй по величине город Европы после Берлина. С богатой и яркой историей, которая восходит к IX веку, когда мусульманский эмир Кордовый Мухаммед I приказал построить крепость на берегу реки Мансонарес. Крепость называлась Магарит, которая позже превратилась в Мадрид. Друзья, я сделаю небольшое вступление в историческую часть. Знаю, что многие из вас сразу хотят рекомендации по местам, но все же я хочу сказать вам пару слов о некоторых событиях, потому что они повлияли на формирование города. Также дам рекомендацию по гостинице и по основным достопримечательностям Мадрида. И не только Мадрида, обо всем по порядку. Мадрид – самая высокогорная столица в Европе, расположенная на высоте примерно 667 метров над уровнем моря. У нас принято считать, что символом России является медведь. Да, так и есть. Но только вот права на мишку мы не выкупили. И он также изображен на гербе Мадрида. Или, как вы видели в одном из моих швейцарских видео, на гербе Берна. В мадридском гербе изображен мишка, который тянется к так называемому Мадронью, или земляничному дереву, символу, который можно увидеть по всему городу. В средние века Мадрид был маленьким и незначительным городком, но он приобрел значение в 1561, когда король Филипп II сделал его столицей Испании. Во время его правления Мадрид быстро расширялся, было построено несколько дворцов, церквей и общественных зданий, включая знаменитую площадь Пласа Майор. В 17-18 веках Мадрид стал одним из важнейших культурных центров Европы с процветающей художественной жизнью, которая дала начало испанскому стилю барокко. Город также играл ключевую роль в Испанской империи, которая в то время была одной из крупнейших империй в мире. В 1960-х в Мадриде начинается культурное и экономическое возрождение с появлением мавида-мадриленья, контркультурного движения, которое подчеркивало креативность, свободу и индивидуальное самовыражение. Этот период ознаменовался расцветом некоторых из самых известных испанских художников, музыкантов и писателей, включая Педро Альмадавара, Хаакина, Сабину и Антонио Лопеса. Сегодня Мадрид космополитичный и оживленный город. Известный своим богатым культурным наследием, музеями, художественными галереями и ночной жизнью, он продолжает привлекать туристов со всего мира, которые приезжают познакомиться с его историей, культурой и неповторимым очарованиям. Вокзал Аточа. Крупнейший железнодорожный вокзал Мадрида, а также один из самых загруженных железнодорожных вокзалов Испании. Обслуживает как национальные, так и международные направления. Здесь курсирует скоростной поезд Али. Отсюда за 2 часа 30 минут вы доберетесь до Барселоны. Менее 2 часов до Валенсии. 3 часа до Севильи и Малаги. Станция так названа в честь Мадридского района Аточа, где она и расположена. И была открыта она в 1851 году. Как обычно я делаю во время путешествий, я выбираю отели рядом с вокзалом, чтобы можно было быстро уехать куда угодно. В Мадриде я остаюсь в отеле NH Националь, и в этом отеле, кстати, когда я оставался, так же оставался и некогда лучший теннисист в мире, Энди Мюррей, и он оставался на том же этаже, что и я. И вот у меня, кстати, с ним фоточка. От отеля 5 минут пешком до вокзала, 5 минут до музея Прадо, и отсюда пешком вы дойдете до всех основных достопримечательностей. С вокзала обязательно отправьтесь в Толедо. Город на юге Мадрида. Ехать всего 35 минут. Это исторический город, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, благодаря своему обширному культурному и монументальному наследию и историческому сосуществованию христианской, мусульманской и еврейской культур. Город имеет богатую историю, восходящую к римским временам. Он был важным центром в период Вестготов. Был домом для процветающей культуры под властью мусульман. Позже стал столицей королевства Кастилия и важным центром католической церкви в Испании. Толедский Алькасар – каменное укрепление, расположенное в самой высокой части Толедо. Он использовался как римский дворец в 3 веке и с тех пор много раз перестраивался. Алькасар с арабского дворец, созвучно с английским «касл». Возвращаемся в Мадрид. В 20 минутах от отеля находится Пласа Майор – одно из самых известных и популярных туристических мест в Мадриде. История Пласа Майор восходит к 16 веку. И на протяжении веков она была центром общественной жизни Мадрида, где проходили бои быков, карнавальные мероприятия и публичные казни. Советую вам от гостиницы пройтись пешком, во-первых, потому что быстро, во-вторых, красиво. Архитектура площади выполнена в эррианском стиле с однообразными фасадами, богато украшенными балконами и средневековыми фресками, придающими ей аутентичный средневековый вид. На площади установлена статуя Филиппа III, которая была создана итальянским скульптором Джамболония. Если вы не знакомы с испанским стилем эрреско, это как раз один из поводов посетить площадь. Королевский дворец Является официальной резиденцией испанской королевской семьи, хотя используется только для государственных церемоний и особых мероприятий. Мадридский дворец насчитывает более 3400 комнат, что делает его одним из самых больших дворцов в Европе по своим размерам. Построен он был в XVIII веке по проекту итальянского архитектора Филиппа Юваре. Дворец окружен прекрасными садами, фонтанами и статуями. В дворцовом комплексе также находится музей королевской оружейной палаты, который предоставляет посетителям обширную коллекцию исторического оружия. Здание служит прекрасным примером архитектуры испанского барокко с роскошными украшениями и орнаментами, типичными для европейских дворцов того времени. Субтитры создавал DimaTorzok Собор Санта-Мария ла Реаль де ла Альмудене Еще одна культовая достопримечательность Мадрида. Первоначально собор был спроектирован в XVI веке, но достроен только в 1993 году. Таким образом, на строительство собора ушло почти 500 лет. Собор был назван в честь Девы Альмудене, святой покровительницы Мадрида. Дизайн собора представляет собой смесь различных архитектурных стилей, включая готический и неоклассический, что делает его уникальным и впечатляющим сооружением. Здание имеет очень характерный фасад, который выполнен из гранита и украшен различными религиозными символами и изображениями, включая Святую Троицу. Обязательно зайдите внутрь, там вы увидите оформленные витражи, сводчатые потолки и подробные фрески. Одной из наиболее примечательных особенностей собора является Королевская часовня, которая является местом последнего покоения многих испанских монархов. Из собора отправляемся на Испанскую площадь. Плассида Испании является одной из самых известных достопримечательностей города. Она была построена в 1920-х годах и расположена в самом центре Мадрида, недалеко от многих других культурных достопримечательностей. Площадь была спроектирована испанским архитектором Антонио Паласиосом. Площадь является примером архитектуры эпохи Возрождения в Испании, для которой характерно использование кирпича, камня и кованого железа. В центре площади стоит памятник Мигелю де Сервантесу, знаменитому испанскому писателю и двум его культовым литературным творениям – Дон Кихоту и Санчо Панце. В больших полукруглых зданиях окружающих площадь первоначально размещались Министерство иностранных дел Испании и Институт Сервантеса, который по сей день предлагает курсы испанского языка и культурные программы. Что касается иностранных языков, не забывайте заходить к нам на сайт, там консультанты помогут вам выбрать любую страну, город и учебное заведение согласно вашим желаниям и предпочтениям. Мадрид известен своей богатой художественной культурой. Здесь находятся некоторые всемирно известные музеи, в том числе музей Прада, музей Королевы Софии и музей Тисена Барнемисы. Их часто называют «золотым треугольником искусства». Музей Прада или Музео Дель Прадо является одним из самых посещаемых мест в мире и одним из величайших художественных музеев мира. Коллекция европейского искусства включает произведения с XII по начало XX века. В музее представлены одни из самых значительных шедевров в истории западного искусства. Среди них Менины Диего Галаскеса, 3 мая 1808 года Франциско Гои, Сад земных наслаждений Иеронима Босха. Помимо испанских художников, здесь представлены работы и других выдающихся мастеров Тициана Рубенса Босха Эль Греко. Само здание музея также представляет собой уникальный объект архитектуры. Главное здание было спроектировано Хуаном де Виленуэво, одним из самых важных архитекторов испанского просвещения. Помимо постоянной коллекции в музее Прада проходят временные выставки, которые часто являются новаторскими и заслуживают внимания. Рядом с музеем Прада находится один из самых больших парков Европы, парк Эль Ретиро. Это зеленый оазис города. Его площадь 125 гектаров. Здесь растет 15 тысяч деревьев. Здесь есть большое озеро и красивый стеклянный дворец. Кулинария. Тапас-бары на каждом шагу. Ешьте и пейте в свое удовольствие. Здесь тысячи баров и ресторанов, но есть один, на который вам стоит обратить внимание. Самый старый ресторан в мире. Согласно книге рекордов Гиннесса, Ресторанте Ботин. Открыт в 1725 году. Ресторан уже почти 300 лет предлагает блюда традиционной испанской кухни. Он особенно известен своим жареным поросенком и ягненком, которые готовятся в печи. Такой же старый, как и сам ресторан. Будем надеяться, что поросенок помоложе. Ресторан сохранил свой первоначальный интерьер и упоминается в романе Эрнеста Хамингуэя «И восходит солнце». Шопинг. Гранвия. Дословно «большая дорога» или «улица». Ее часто называют испанским Бродвеем. Является центром магазинов, ночных клубов и яркой уличной жизни. Пометочка. Здесь часто бывает многолюдно. Здесь нет сиесты. В отличие от многих частей Испании, послеполуденная сиеста в Мадриде не существует. Вероятно, из-за стремительного космополитического образа жизни. Ну и, наконец, футбол. Мадрид является домом для двух крупнейших футбольных клубов мира. «Реал Мадрид» и «Атлетика Мадрид». Сатьяго Бернабео – домашний стадион мадридского «Реала». Является одним из самых известных футбольных стадионов в мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова